Мы говорили с вами о том, что такое обучение, какие есть подходы в обучении, о том, как Библия воодушевляет нас учиться, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Сегодня мы поговорим о том, как Иисус учил своих учеников, так как для нас он является образцом совершенного учителя и Господа. Читая страницу Нового Завета, мы видим, что Иисус отличался от учителей того времени. Он преподавал иначе, и это обращало внимание слушателей. Многие очень ярко реагировали на его учения. Были те люди, которые все время задавали вопрос, какой властью он это делает. Как правило, они принадлежали к религиозной верхушке общества. Были люди, которые удивлялись, поражались, исследовали за ним, потому что он учил, как тот, кто имеет власть. Он учил, как тот, кто умеет авторитет говорить слова от Бога. Давайте рассмотрим, какими же характерными признаками можем описать служение Иисуса. Прежде всего, это авторитетность, как я уже сказала. Он учил, как власть имеющий. Он учил, как тот, кто имеет право заявлять, что так говорит Господь. Как правило, этот авторитет был характеристикой пророков, которых мы знаем еще со страниц Ветхого Завета. Но здесь проявления силы, чудес и знамений и пророческих слов были особенно яркими. Именно поэтому вопрос книжников и фарисеев формулировался таким образом. Какой властью ты это делаешь? Они спрашивали, в чем источник его авторитета, в чем источник его власти. Иисус по-разному отвечал на этот вопрос. В большей части он свидетельствовал о том, что Божья любовь и Божие помазание давали ему право таким образом себя вести. Он говорил, что не я творю эти дела, но я вижу то, что делает Отец, и я следую за ним. Какой еще был признак учения Иисуса? Он четко знал свою миссию и четко знал свое призвание. Его учение было ясно, просто и сосредоточено. Он говорил о том, что я послан погибшим овцам дома Израиля. Поэтому все, что он не делал, он делал, подчиняясь этой цели, подчиняясь этой вести, подчиняясь той миссии, которую Отец дал ему. Что еще мы можем заметить? Мы можем заметить, что учение Иисуса было очень практичным. Он не выдвигал философских тезисов, он не доказывал какие-то теоремы, не приводил аргументацию. Он наглядным образом показывал, как духовные принципы работают в жизни у людей. И эта наглядность, это совмещение его образа жизни, его слов служили ярчайшим свидетельством Божьего присутствия в его жизни. Что еще мы наблюдаем, когда читаем о том, как Иисус проводил свое учение? Он был чрезвычайно гибким в методах. Практически ни разу урок, который он не преподавал, не повторялся. Куда бы он ни шел, он находил какие-то поводы для того, чтобы учить. Он видел лилии на полях и говорил о благословении, которое Бог дарует своим детям. Он видел, что был недостаток хлеба, и он показывал, как Бог может благословить даже в нужде. Он видел, что человек болеет какой-то болезнью, и он тоже учил учеников, как справляться с этой ситуацией. Необычальная яркость и самобытность Иисуса проявлялась практически в каждом случае. Поэтому очень важно нам быть внимательными, когда мы читаем Библию, и отмечать, какие приемы, какие подходы, какое отношение Иисус показывал в своем учении. Что еще мы можем заметить? У Иисуса была основная тема, которую он всегда проповедовал. Эта тема была проповедь о Царстве Божьем. Все, о чем он не говорил, все, о чем он не учил, всегда свидетельствовало о Царстве Божьем. Это и чудеса, это и разговоры, и вместе с тем многообразие притч, которых мы читаем в Евангелии. Притчи описывают разнообразные стороны жизни, но все они говорят о том, каким образом можно достичь Царства Божьего, какие есть характеристики этого Царства, что происходит в Царстве. Это иносказание помогало понять слушающим, о чем говорит Иисус, доносило сложную духовную истину в простых, доступных выражениях. Что мы видим еще, когда мы читаем о том, как Иисус служил на этой земле, и как он учил своих учеников. Это особое отношение сострадательности и любви к людям. Куда бы он ни шел, он обращал внимание на тех людей, которые были отвержены, он обращал на тех людей, которые больны, он уделял внимание тем, которые были презираемы. О нем даже сложилось мнение, что он был друг мытарем и грешникам, что это был человек, который водится с людьми, с которыми другие люди не водятся. Это отношение любви и сострадания Иисус сам объяснял, когда говорил, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поэтому он намеренно шел в эти самые темные места, он заглядывал в эти самые заблудшие души и проливал там свет и Божью любовь. Когда мы смотрим на служение Иисуса, смотрим, каким образом он учил своих учеников и передавал свое желание им, это неизменно вызывает восторг, восхищение. И много светских людей признают то, что Иисус был высочайшего уровня учителя. Но вместе с тем, можем ли мы следовать за Ним? Потому что мы не обладаем ни полнотой власти, которая была у Него. У нас нету той яркости, помазания, может быть. И мы не знаем сердец людей таким образом, каким узнал Он. Но вместе с тем мы знаем, что Его Дух, который пребывал с Ним, дан и нам сегодня. Поэтому через служение Духа Святого мы можем какие-то определенные черты в служении Иисуса Христа перенимать и для себя. Давайте подумаем, какие. Прежде всего, важность осознавать то, что в конечном итоге это не мы являемся учителями, но Господь. Он любит каждого человека. Он направляет его. Он предлагает им определенный путь, через который он должен пройти. Поэтому наша задача, как учителей, это молиться за этого человека и помогать ему исполнять ту волю, которую Господь предлагает в его жизни. То есть, как христиане, мы можем искать водительство Господа по отношению к служению другим людям. Также важно понимать те цели, которые Господь предлагает для каждого человека. Они могут быть различны и очень сильно зависят от тех даров, которые есть у человека. Кто-то может быть проповедником, и ему нужно совершенствоваться в этом даре. Другой человек трудится служением даяния, ему нужно расти в этом даре и так далее. Поэтому понимание, что за человек, с которым мы работаем, какие у него есть дары и таланты, и как Господь направляет его в возрастание этих даров и талантов, мы тоже это можем перенять у Господа. Что можем еще мы заимствовать? Это прежде всего стремление жить жизнью совместной с учениками, проходить с ними вместе испытания, проходить вместе с ними какие-то тревоги, волнения, радости, быть практиками, а не теоретиками. Не только говорить слова, но быть скорыми на исполнении. Следующее, что мы можем заимствовать из служения Христа, это использование гибких методов. Нам нужно быть готовым говорить о его благости и милости и в дороге, и когда мы встаем и ложимся, и быть готовыми из жизни учить и соприкасаться с жизнями других людей. И, конечно, сострадательное отношение к людям и любовь, которую проявлял Иисус, нам нужно стремиться проявлять в нашем служении. Итак, сегодня мы рассмотрели то, каким образом Иисус служил в служении Учителя, как общался Он с толпами народа, как общался Он с учениками, какие у Него были основные черты. Поговорили о том, что из этих черт мы могли бы использовать в нашем служении. На следующей лекции мы будем более конкретно говорить о том, какие цели, задачи и какая польза от обучения может быть в вашей жизни. Перейдем от библейских страниц конкретно вашему обучению.